Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балкон. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня наш вечер посвящен музыке. Музыке XX века, а на самом деле танго. И сегодня в гостях у нас профессор кафедры музыковедения Академии музыки Янис Куденч. Янис написал совсем недавно объемную монографию «Фундаментальное исследование о Оскаре Строке» и назвал его «Оскар Строк. Наследие короля танго». Исследование эта монография сегодня, условно говоря, в вашем распоряжении. Мы посвятим ей наш час. И, естественно, мы надеемся, что вы будете участвовать в сегодняшней дискуссии, как всегда, по телефонам прямого эфира. Телефоны следующие. 6721-2939 и 6721-3939. Пожалуйста, оставляйте также свои сообщения и размышления на тему сегодняшней передачи в WhatsApp и SMS по телефону 2061-91-2061-91. И сегодня, благодаря моему коллеге Родиону Золотареву, мы можем общаться с вами и с нашим сегодняшним гостем. Янис, добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать в студию. Вы сегодня принесли очень объемное исследование. Сейчас оно у меня на столе. Более 400 страниц. «Оскар строк. Наследие короля танго». Монография эта вышла в издательстве «Зынатные» буквально недавно. И я понял, что на следующей неделе, 21 числа, будет открытие этой книги или презентация. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. На самом деле, сегодняшний вопрос связан во многом с героем вашей монографии. Это человек, который известен различным аудиториям, вне зависимости от языка, этнического происхождения или религии. И объединяет все эти аудитории, не только его творчество, но и его уникальная судьба. Он сам был во многом человеком, который находился в разных культурных пространствах. И вы исследовали не только его творчество, его наследие, но и его биографию. Я думаю, может быть, мы могли бы начать наш разговор с краткой справки. Представьте нам, пожалуйста, героя вашего исследования. Ну, значит, Оскар Строг. Представим, что мы немножко забыли, кто он такой. И что самое главное, что характеризует эту творческую личность. Ну, характеризует очень длинный для своего времени и очень интенсивный жизненный путь, который полон с всякими круговоротами и попаданием в самые разные жизненные исторические ситуации. Ведь Оскар Строг родился в конце 19 века. Это по новому стилю, 1893 год. В тогдашнем городе, который как раз к моменту его рождения переименовывался из Дюннабурга в Двинск. Значит, он как раз родился в тот момент, когда царская администрация, сопутствуя своей очередной политикой русификации, переименовывала очень многие города в бывшие империи. И Дюннабург был переименован в Двинск. И в тот момент и родился, появился на свет Оскар Строг. И он был восьмым последним ребенком большой еврейской семьи. И так как он родился в бывшем Дюннабурге, Двинске, то это мы должны все-таки помнить. И для меня это было даже какое-то исследовательское откровение. Потому что я сам тоже в наши дни уже из Даугапилса я там родился и вырос. Но я не знал, что все-таки, в принципе, бывший Дюннабург, Двинск, это была столица еврейства Латвии. Представьте, к моменту Первой мировой войны тогда в городе жили около 50 или 60 тысяч евреев. Где мы вообще можем представить в истории Латвии такую концентрацию евреев? Это, конечно, обязательно отразилось на ментальность, на мышление, на восприятие мира. Оскара Строка, его отец, по разным сведениям, был музыкантом, еврейским, клезмерским музыкантом. И эти все истоки, мне кажется, очень органично просто влили с него. Короткая справка. Клезмерский музыкант, что это означает? О, клезмерский музыкант. Ну да, опять, если мы немножко забыли, что это значит. Это типичный ансамбль, стиль музыцирования евреев, истоки которого идут уже где-то 17-18 века. И, конечно, 19 век – это, значит, такой специфический стиль, впитывающий всякие другие локальные музыкальные традиции, где жили евреи в Восточной, Дьен-Виду, Южной, Восточной и Центральной Европы. И это были путешествующие музыканты? Да, но они не путешествовали очень много. Они были как бы, ну, такие ансамбли, в основном чисто инструментальные ансамбли, где главные инструменты всегда были скрипка и кларнеты. Тогда к ним очень вариабельно дополнялись другие разные духовые и струнные инструменты. И они исполняли также свою традиционную еврейскую, радостную, свадебную, также, может, не очень радостную музыку, песенную, танцевальную. И впитывали элементы, интонации других разных народов, где евреи жили уже веками вот в этом большом ареале Европы. И это, конечно, было очень все типично до Второй мировой войны. Как мы знаем, Холокост это все прекратил. Просто вот существование также вот этих клезмерских живых, клезмерских традиций в природе, так скажем. В наши дни, конечно, уже существует волна клезмерских ансамблей, но это уже более концертная музыка, уже более коммерческая, направленная на концертную деятельность. Это уже неживая, в принципе, традиция, в таком смысле, которая она когда-то была. Иными словами, эти музыканты как бы добывали себе пропитание, играя на различных, допустим, свадьбах, и приглашали на всевозможные казнисы. Да, 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 на свадьбах, на похоронах и на других жизненных, так сказать. И приглашали и к нееврейскому населению. Ну, в принципе, да. Но тут, конечно, надо понимать, что евреи, есть такое понятие, мне кажется, на русском языке очень хорошо звучит, местечковое, да, местечковое население, где они жили, потому что какое-то время им запрещали жить в городах. Черта оседлости. Да, 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 черта оседлости бывшей царской Российской империи, да. И они просто там концентрировались, и, во-первых, это было как бы их, ну, какой-то такой, ну, скажем, лейбл музыкальный, да, в XIX веке, еще в начале, в первой половине XX века. Ну, конечно, рядом жили и другие, и, конечно, существовало какое-то все время взаимодействие. Конечно, их тоже знали. Возвращаемся к семестру. Да, да. Ну, вот, и он родился вот в Дагопилсе, его отец тоже был клэзмерский музыкант, и он, конечно, все это воспринял. Все эти истоки также еврейского, клэзмерского музицирования. А потом не надо забыть, что все-таки 18 лет жизнь Оскара Строка проходила в Санкт-Петербурге, значит, с 1904 года, когда отец его повел. И фактически с ним и отец, и мать уехали насовсем из тогдашнего Двинска. Уже остальные братья и сестры уже уехали перед этим. В общем, все как бы переехали в основном в Санкт-Петербург. Ну, старший брат уже дальше в то время уже уехал в Хабаровск. Жил, да. И просто отец его повел с надеждой, что вот младший сын поступит в консерваторию и станет великим музыкантом. Ну, это тоже можно понять из жизненного пути Оскара Строка, что отец действительно жил такой мечтой, что его последний, самый младший ребенок, самый одаренный, как бы, станет великим музыкантом. И Оскар Строк действительно поступил в низшие классы. В начальные классы. В начальные, да. Наверное, так принято сказать. В начальные классы – это тогдашние модели Санкт-Петербургской консерватории, которая по обучению состояла из двух уровней. Начальный уровень – это начальный класс, это как бы базис, что-то, начиная только какой-то инструмент, скажем, обучение игры. И потом уже уровень вуза, уже уровень консерватории. То есть, сначала где-то 4, 5 или 6 лет – это начальный этап. И потом уже, когда те же самые 18-20 лет, ты уже можешь поступать, так сказать, в консерваторский. Но Оскар Строк по разным причинам и, наверное, также по материальным. Он все-таки, наверное, учился в начальном. Неизвестно, закончил ли. Есть данные, что он поступил и в консерваторский уровень, но не окончил, уже началась Первая мировая война. Потом он создал свою семью и уже, так сказать, консерваторский диплом он не получил. Но это все-таки важно. Он прожил 17 лет в Санкт-Петербурге. И уже после Первой мировой войны и после уже новой геополитической ситуации Европы, когда после крушения этих больших империй создавались также новые государства, Оскар Строк единственный из своей семьи, из своих остальных трех братьев и четырех сестер принял решение воспользоваться правом принятия гражданина Латвийской Республики. Гражданство. Гражданство, да. То есть его остальные братья и сестры все-таки решили остаться. Ну, самый старший брат уже к тому времени переехал уже в Китай. И потом в Японии прожил до конца жизни в Японии. Потом один из братьев, который стал врачом, уехал в Великобританию и дожил до конца своей жизни. Второй брат, единственный тоже музыкант, реальный профессиональный в этой семье, уехал сначала в Западную Европу, потом тоже в Америку и ушел тоже уже из жизни в Америке. И сестры в основном остались в России, но после уже Второй мировой войны, как я понимаю, все-таки две сестры приехали тоже в Ригу. Ну, две сестры погибли в Ленинградской блокаде, да. Вот так сложилось. Оскар Строк, кстати, ну, единственным все-таки решил воспользоваться гражданством Латвии, как здесь родившийся человек, значит, после создания Латвийской Республики, приехал в Ригу, значит, это случилось в 1922 году, и вот с того момента мы можем сказать, что как бы скрепилась судьба Строка с Ригой, как бы это основание называть Строка как короля Танго Риги. Ну, и уже с небольшим отклонением во время Второй мировой войны, то есть он там пару лет в течение Второй мировой войны убежал, успел убежать, и он жил сначала в России, потом в Казахстане, в Алмате, но потом уже после Второй мировой войны он вернулся и попал под кампанию антикосмополитизма, безродного, да, безродного космополитизма, как это в то время эта сталинская кампания называлась, потом и борьба с формализмом в искусстве и музыке, и, в принципе, ну, стал, к сожалению, такой мишенью, по которой били в конце сороковых годов, официально трубили все газеты, что вот представитель плохой буржуазной музыки, и, конечно, вот это оставило вот это такое плохое, ну, для него очень огорчающий отпечаток до конца жизни, потому что он так и не мог добиться своего возврата в Союзе композиторов, композиторов, ну, в Советском Союзе композиторов, как это называлось, а это, если он не считал, не был таким членом, то это надо понять, что это не просто честь, это были просто возможности творческого члена, но это были просто привилегии, что оплачивается твой творческий труд, это есть какая-то гарантия такого вот дохода от своего творчества, и то, что твоя музыка все-таки звучит, скажем, ну, по радио, а потом по телевидению. Если ты не член Советского Союза композиторов, то надеется, чтобы твоя музыка звучала по радио и по телевидению, которое политически подцензурно было в тоталитарной Советской империи, то это понятно, что нечего надеяться. Но его музыка, конечно, продолжала звучать в клубах, в ресторанах, ну, из-за этого он, кстати, и жил до конца своей жизни, но это все-таки немножко не то. Может быть, вернемся к его биографии в период Первой Республики Усунгря, значит, 22-й, 40-й год. Вот. Как сложилась его творческая биография в этот период? Чем он занимался? Он вернулся, стал гражданином Латвии. Что произошло дальше? Ну, он начал заниматься тем, чем он занимался еще до переезда в Латвию. То есть он издавал ноты популярной музыки того времени, разные, да? Он был издателем. Да, конечно, издателем нот. Ну, скажем так, не издателем музыки, не издателем записей, как в наши дни, а издателем нот популярной музыки, да? Он как пианист активно все время играл, но это тоже понятно, в основном в ресторанах и в других местах. Развлечения. Он создавал разные ансамбли, которые тоже вместе с ним участвовали вот в этих их программах популярной музыки Оскара Строка. И, конечно, он постепенно до конца 20-х годов все активнее начал аранжировать, а потом уже сочинять музыку. И тогда уже мы подходим к концу 20-х годов к созданию танго «Черные глаза», которое он создал. Ну, тут понятно, наверное, думаю, многие слушатели тоже знают эту часть биографии Строка. Она и обыгрывается в спектакле Рижского русского театра, который уже, получается, седьмой сезон. Все время проводится танго между строк, да? Наверное, многие тоже были. То есть это Оскар Строка, также такой отчаянный лавалаз, влюбляется в продавщицу своего нотного магазина и с ней сбегает в Париж в надежде, что он там будет продолжать издавать как и ноты, так и свой русский еженедельник или журнал «Мива». Да, не будем забывать о русской миграции после революции. Да, да, и он занимался также и издательством прессы, он же несколько лет в Риге издавал еженедельник «Нива». Ну, название он, наверное, немножко крал с какой-то старой «Нивы» из Санкт-Петербурга и подумал, что это, так сказать, хорошо сойдет также для представителей, да-да-да, конечно, для русской миграции того времени. Так же и в Риге, да, он это все издавал, и вот со своей новой пассией он уехал в Париж в надежде, что там «Нива» тоже будет востребована, но он, наверное, не подумал, что там общество российской миграции еще больше и конкуренция разных изданий еще больше. Ну, в принципе, он там банкротировал, пассия его покинула, и он вернулся в Ригу. Ну, и согласие легенды, ну, это тоже легенда или миф, что вот после этой такой неудачной любовной истории он сел у рояля в плохом настроении, и вот тут вдруг появилась мелодия знаменитого припева «Танго, черные глаза». Ну, так ли было это, или это было по-другому, никто не знает, я тоже это все исследую. Нам надо понять, что личность Оскара Строка, она ведь обросла очень таким большим слоем мифов и выдумок, да, его, также его жизненного пути. И разные нюансы по поводу его сочиненных пьес и то, что он делал, или он не делал, это уже сегодня существует, ну, таким громадным комом, да, что даже я сомневаюсь, смогу ли из своей книги, из своей монографии как бы рассеять, потому что я понимаю, что люди очень любят жить мифами и выдумками, да, но все-таки, если кто интересуется немножко такой документальной правде, то он все-таки может открыть мою книгу и про это прочитать. Ну, а далее заканчиваю еще ответ на вопрос 30-е годы, ну, это как бы с одной стороны, это середина и вторая половина, особенно 30-х годов, но это фактически был расцвет у Скара Строка уже как музыканта-композитора, он сочиняет. Он к тому моменту был первооткрывателем легендарного Петра Лещенко, Лещенко поет его песни, если мы верим воспоминаниям второй жены Петра Лещенко, Веры Белоусовой Лещенко, то действительно Лещенко очень всегда ей тоже в своих воспоминаниях уже после Второй мировой войны признавался, что он очень ценит строк, только что они были друзьями, значит, если мы действительно там уверим, что так было, то они были друзьями, Лещенко поет его песни, его песни, самые знаменитые танго Шлягера записываются в Риге, в Белла Корс, в Париже, в Бухаресте, в Лондоне, то есть везде, значит, продаются, есть какой-то доход, кажется, все будет прекрасно, и в Латвии тоже все хорошо, ведь экономика процветает, ну, фон, режим Карли Сауманис, авторитарный, да, это мы все понимаем, но как бы... Ну, режим не особенно мешал культуре развлечений. Да, ну, я, как понимаю, из исследований абсолютно, это действительно какой-то парадокс такой появляется, если мы смотрим на эти годы режима Уллманиса, когда все-таки был такой авторитаризм и национализм, но это не касалось популярной культуры, действительно как бы разрешалось, ну, были какие-то анекдотические ведь эти происшествия, когда запрещалось там культивирование алкоголя в ресторанах там по дням, каким-то по часам, ну, и эти... Это тоже достаточно смешно. Ну, да, но это было во всей Европе так проявлялось, да, но это не касалось в основном, и, в принципе, строг мог жить и развивать свою творческо-коммерческую деятельность очень свободно, и к 40-му году такое ощущение кажется, что вот он чувствует уже после всех этих неудач, там, банкротства своего ресторана и так далее, что очень, он, наверное, болезненно воспринимал, но к концу уже 30-х годов кажется, что хорошо, и тут советская оккупация, танки, и все кончается. Сейчас поставим многоточие, мы вернемся в студию через несколько минут и продолжим наш разговор с профессором кафедры музыковедения Академии музыки Янисом Кудыньшем, который написал увлекательнейшее исследование «Оскар строк. Наследие короля танго». Микс Ньюс. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию, напомню, это программа «Культ просвет», и сегодня наша встреча посвящена Оскару строку, королю танго и его наследию, и наследием его занимался, анализировал, исследовал профессор кафедры музыковедения Академии музыки Латвии Янис Кудыньш. Янис, вам удалось в очень ярких красках рассказать коротко и очень динамично его историю, историю до 40-го года. Теперь подошло время рассказать о второй части его жизни, но, уважаемые радиослушатели, я вновь напомню о телефонах прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам, оставляйте свои впечатления от услышанного 6721-2939 и 6721-3939. Мы ждем также ваших размышлений и сообщений на WhatsApp и SMS по телефону 206191-206191. Итак, 40-й год, что происходит? Ну, как я уже упомянул, 40-й год, ну, строк остается в Риге, как и большинство жителей Латвии, начинает советская оккупация, а вскоре к Латвии приходят и происшествия Второй мировой войны, то есть реальные происшествия, и, ну, строку удается в какой-то момент все-таки уехать. То есть, ну, если мы вспомним... Уехать уже после начала Второй мировой войны? Не, ну, как, уже приближается немецкая армия, 41-е годы, то есть уже приближается, всем понятно, ведь немецкая армия, и ему, ну, тут мы не знаем, ему кто-то посоветовал, или ему самому, или ему как это показалось. На самом деле, латвийское еврейство получало информацию, так или иначе, по разным каналам о том, что происходило в нацистской Германии, захват в Польше. Да, но мы знаем, что большинство осталось, да, большинство все-таки не... даже этот промежуток времени все-таки, как я понимаю, все-таки, ну, не использовало, чтобы как-то еще уехать с уходящей советской властью. Да, но ирония судьбы, и, скажем, трагический аспект состоит в том, что во время депортации пострадали 5000 евреев в Латвии, да? Ну, конечно, да. Они как бы были высланы, и тем самым некоторым из них удалось спасти жизнь. Ну, да, да, это есть, но просто все-таки очень многие остались. Что побудило строго его самому интуитивно, или ему кто-то... Подсказал. Подсказал, да. У нас есть звонок нашего радиослушателя, который, видимо, немножко испугался и решал... А, нет, вот, пожалуйста, надеваем наушники. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос. Был у нас такой артист-певец Константин Сокольский, Кудрявцев. Да. Вот, он сотрудничал с Оскаром Строком. Что-то про него вы можете рассказать? Или это другой немножко период? Ну, по-моему, он... Ну, Константин Сокольский, знаете вы что-то о нем? Да, да, да. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Конечно, имя Константина Сокольского также изображено в моей книге. То есть, со Строком они уже начали сотрудничать в 30-х годах, когда тенор, в Риге проживающий тенор Константин Сокольский тоже стал одним из певцов Оскара Строка. Ну, как-то он немножко все-таки и в биографии строк, и как бы в контексте тогдашней популярной музыки Восточной Центральной Европы немножко оказывается в тени Петра Лещенко, потому что Лещенко как бы затмевает очень других и многих. Но Сокольский ведь тоже был очень ярким певцом. Он пережил Вторую мировую войну, он потом жил в Риге, а потом он в клубе или уже позднее в Доме культуры ВЭФа был одним из руководителей музыкального ансамбля. То есть, он жил в Риге тоже до конца своих дней, то есть, до начала 90-х годов и дружил со Строком. И несколько лет перед уходом Строка они также сделали последнюю запись песен Строка. То есть, Строк уже более чем 80 лет играл на фортепиано, и Константин Сокольский тоже уже в немолодом возрасте, как понятно, пел его песни. Так что Сокольский, конечно, тоже очень значимая фигура в биографии Строка. Спасибо за столь детальный ответ на вопрос нашего радиослушателя. Может быть, теперь, в оставшееся время, я бы хотел задать вопрос, который, может быть, не столько связан с биографией Оскара Строка, сколько с тем, как создавалась монография. Во-первых, сколько лет пришлось потратить для того, чтобы монография это увидела свет? Ну, в основном, до выхода уже самой книги, это 7 лет. 7 лет. Это очень большой период в современном, очень ускоренном мире. Какова была основная мотивация создать это исследование? Это был только просто чисто мой интерес. С горечью немножко я добавлю, что, к сожалению, в Латвии, ну, как мы, Денис, вы тоже очень хорошо знаете, поддержка гуманитарных наук всё-таки остаёт желать лучшего. И большое спасибо Фонду культурного капитала, который в какой-то момент меня поддержал. Ну, это как бы в объёме 7 лет, это как бы кажется немножко, но всё-таки в один раз всё-таки он меня поддержал и стимулировал всё-таки закончить эту монографию. Да, но это было дело только моего интереса, потому что когда-то, это было где-то лет 8, может, назад, я как бы обдумывал, ну, если я исследователь, то, может, мне надо разработать какую-то монографию, если, скажем, обратить внимание на какую-то личность, то на кого? И вдруг я так подумал, я родился в Дагуапилсе, там вырос, и всё-таки Оскар строг, а как было бы, если я обратил бы внимание на него? То есть это был чисто мой такой профессионально-человеческий интерес только. Какова ситуация с архивами? Жизнь его была столь пёстрая, он был в столь разных городах Европы. Что осталось, что, по вашему мнению, потеряно? Какие, может быть, были неожиданные находки? Ну, что потеряно? Ну, потеряно или, то есть, ну, всё-таки не дожило до нас таких очень, как бы сказать, конкретных документарных сведений всё-таки о его жизненном периоде в Дагуапилсе, потому что, ну, это только всё базируется на воспоминаниях его детей. То есть, ну, передо мной ещё 13 лет назад в России была издана книга Анисима Гиммерверта, наверное, слушатели, которые, некоторые тоже знают об этой книге, да, и она в основном основывается на воспоминаниях дочери Аскара Строка Веры, которая после Второй мировой войны осталась жить в Москве и там ушла в мир иной уже в 2012 году. Вот, но об этом нету. Об остальном в разных архивах, ну, в Латвии, да, в латвийском архиве, в архиве латвийской истории можно найти какие-то фрагментарные сведения, особенно деятельности Строка 20-30-х годов. В какой форме? Это письма, воспоминания, дневники? Нет, 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 в этих государственных архивах это как бы нетеши, ну, косвенные, да, то есть какие-то сведения разных госучреждений, где-где-то вдруг мельком строк упоминается, да, то есть что-то есть. Не забудем, что уже, получается, пять лет назад в Латвийскую национальную библиотеку был привезён из Америки и передан личный архив Строка. Там опять в основном есть разные его такие очень, ну, сухие записи периода уже 50-х, 60-х и начала 70-х годов. А каким образом архив попал в Америку? Ну, я, может, не знаю очень досконально, но получается так, что в какой-то момент, если верить также сведениям рижской прессы конца 90-х годов, внучка Строка, Татьяна Строк, передала хранить этот его личный архив бывшему рижанину, он уже давно живёт в Америке, в Нью-Йорке, Дмитрию Гольдгаберу. И вот он хранил-хранил, и потом принял решение, это уже он говорил на церемонии передач этого его личного архива, что вот я ждал, как пока построят этот новый замок света, национальную библиотеку, и как его построили, то я везу в Ригу, вот мне есть куда передать вот этот архив, была там какая-то церемония передана в этом архиве, кроме письменных материалов. Там есть перепись строка с разными музыкантами, которые работали в разных клубах, в разных республиках, бывшей Советской империи, ну, это такие довольно-таки, ну, летощие, такие деловые, то есть по поводу его аранжировок, его пьесы и все так далее, там есть какие-то афиши и какие-то записи с контактами в многих городах бывшего Советского Союза, есть нечто личное, есть, конечно, фотографии также 20-30-х годов, также периода Второй мировой войны, и, ну, есть еще какие-то некоторые документальные свидетельства семей Стостроков, то есть его сестер, его братьев, некоторые письма с его братьями тоже уже после Второй мировой войны, ну, то есть это как бы не дает полную абсолютно картину его творческой личности и его творческой деятельности, но это все суммарно с остальными истоками, конечно, помогает исследователю разобраться в чем-то. И еще не забудем, что все-таки Строк учился какое-то время в Санкт-Петербургской консерватории, и в архиве Санкт-Петербургской консерватории также есть дело Оскара Строка. И что в этом деле содержится? Ну, что в этом деле? Ну, некоторые документы, которые подтверждают, что вот он в 1904 году начал обучение, потом... Какие-то характеристики, прилежен там или нет? Ну, там была как бы характеристика не, может, и его самого, он еще был слишком молодой, ему было, сколько получается, 11 лет только к тому времени, но выданная характеристика семьи Строка, тогдашней Двинской думы, скажем, вот таких вот какого-то места. А, иными словами, дума характеризовала семью Строка по просьбе консерватории. Да-да-да, там же, кто они такие, вообще можно ли их там принимать и так далее, но это все-таки, наверное, была какая-то бюрократия. Были ли квоты для еврейских школьников и студентов? Ну, конечно, те, которые интересуются историей Европы и еврейства, знают, что квоты были в вузах, скажем, не более, и в гимназиях не более 10%, но мы должны знать все нюансы. Для тех евреев, которые прослужили более 10 лет в царской армии, были даны привилегии, то есть они могли покидать черту осъедлости без проблем и поступать в вузы. И так как отец Аскара Строка, Давид Строк, ну, получается, по разным истокам, или 14, или 16 лет, был музыкантом царской армии, то к нему тоже он мог воспользоваться этой привилегией. Потому что они могли так свободно все-таки покинуть эту черту осъедлости в бывшем Двинске и переехать в Санкт-Петербург, потому что они, как правило, это предполагалось как бы Санкт-Петербург, столица для очень-очень состоятельных евреев. И эта привилегия также к тому человеку и также к членам его семьи относилась. Хотел бы задать еще один вопрос, уже, может быть, менее биографического плана. Были ли какие-то по-настоящему яркие, неожиданные открытия, когда вы превращались, условно говоря, в такую академическую ищейку, и вдруг находили нечто необычное, то, что не ожидали, и вдруг этот документ появляется, и вот, условно говоря, взрывает все пространство исследования. Не-не-не, ну того, чтобы совсем как бы так взорвал, но я бы не сказал, потому что все-таки уже к созданию приятные сюрпризы. Да-да-да, потому что к созданию уже моей монографии, ну, уже существовал и продолжает существовать очень такой обильный информационный фон. Правда, он состоит почти 80-90% выдумок, да, но все-таки он существует, и уже как бы он создавал мне такое ощущение, что с чем делать. А выдумка в академическом плане ведь тоже может быть определенным источником или нет? Выдумка может быть очень хорошим, как бы, таким моментом, на котором опереться и ее, как бы, разоблачить, но не в плохом смысле, а как бы дать, ну, вот, скажем, вот ей существует выдумка, почему она существует, интересно, что она существует. И почему она такова. Да, почему она такова. И рядом давать, как бы, ну, как бы свой комментарий, да, да, что все-таки, наверное, по-настоящему существует по-другому. И все-таки, чтобы был какой-то конкретный факт, я скажу, что меня очень поразило, как исследователи, да, ну, то, что вот это одна, мы знаем этот танго-шлягер, другие глаза у строка, есть не только черные глаза танго, но и голубые глаза, очень тоже известная танго, его пел и Константин Сокольский, и Петр Лещенко, и другие певцы в разных государствах времени. Но то, что мелодия этой песни стала, ну, уже, в принципе, во время Второй мировой войны, как бы, одной из песен репертуара гетто и этих еврейских, ну, это на заключенных лагерях. Но это один момент, но то, что после Второй мировой войны, благодаря одному и нескольким еврейским певцам, она стала хитом в Америке и 50-е, и особенно 60-е годы и начало 70-х, ее пели самые-самые знаменитые певцы Америки. Но, правда, это была мелодия уже только немножко переиначена, там уже нет ритма танго, и, конечно, там уже другой текст наидиши, на английском, то есть уже о судьбе евреев, да, ну, то есть такая патриотическая, такая историческая песня, да, но она была безумно популярной, для меня это было открытие. И еще один вопрос, а знал ли об этом строк, скажем, 60-х годах, как его мелодия стала, да, да, знал ли, вот это как бы остается такой вопрос и интрига, ну, может знал, а может не знал, как мы это можем сегодня понять? Еще один вопрос, каким образом мы можем услышать его голос не только в нотах, но вот он как человек. Я понял, что переписка в основном доступна была как по деловым вопросам, достаточно сухая и официальная, а были ли источники, которые, например, рассказывали о том, как он воспринимал упомянутые вами гонения, да, вот на космополитов и так далее, то есть как он переживал то, что он вдруг становился отверженным? Или, может быть, культура развлечения была своеобразной альтернативной культурой, которая, может быть, помогала каким-то образом перенести эти лишения? Ну, вот в таком смысле все-таки я не нашел, и мне кажется, что не существует такой прямой речи Скара-Строка, ну, хотя бы в писанном виде, да, на эти заданные вопросы, потому что есть, конечно, сохранившаяся, наверное, какая-то часть его переписи с родственниками, то есть с его дочерью Веры, которая жила в Москве, он пишет ей с Риги, она ему отвечает. Эта перепись, кстати, очень довольно хорошо отображена в книге Анисима Гиммера, да, Оскар-Строка, роли поданные, там есть довольно много фрагментов его вот такой переписи, да, но там нет, нигде нету все-таки его таких каких-то комментариев вот по поводу этого. Да, это как бы все отсылается, вот воспоминают эти современники, да, вот что они с ним говорили, он, может, выражал свое недовольствие, но это все-таки не прямая речь, вот такой прямой речи все-таки нигде нет. Его исключили из союза композиции. Советского, да. Таким образом должен был быть какой-то протокол на основе. Да, это все есть. В протоколе, по идее, должно быть какое-то его слово тоже. Некоторые в одном протоколе, но это еще было немножко до исключения, даже немножко такой, ну, как бы сказать, с иронией, да, такой один момент, где его упрекают, или это было только что после, я сейчас немножко забыл, да, то есть его упрекают, но вот он представитель такой плохой, так называемой буржуазной музыки и так далее и тому подобное, в общем, там читается нотация, да, а строк как бы отвечает, ну да, но я ведь все-таки пишу и зарабатываю, и этим как бы доказываю, что эта музыка имеет право на существование. Да, в одном протоколе, который хранится в Латвийском архиве, можно найти, но только в одном. В остальных, к сожалению, нет как бы каких-то указаний, что он тоже что-то в каких-то обсуждениях добавлял, говорил. Когда танго было реабилитировано в советской культуре, а это было последние годы жизни Оскара Строка на конец 60-х и начало 70-х, да, тогда уже в Москве так называемом всесоюзном радио начало звучать танго-музыка строк, и возвращались и другие, так как бы забытые в кавычках, да, авторы еще предвоенной танго-музыки, да, и действительно, ну все-таки мы можем говорить о небольшом ренессансе строка, но тут есть парадокс и какая-то горечь все-таки сопровождает. Понимаете, этот удар после 1948 года, наверное, был очень сильный. Есть сведения, что Строк, да, он играл иногда в ресторанах, в ресторанах Риги, может быть, Юрмалы его приглашали, да, но нет таких очень достоверных, да, как бы сведений, да, но в основном он все-таки рассылал и уезжал сам играть музыку уже вне Латвии, в разных республиках, в России и в других так называемых республиках бывшего Советского Союза. И все-таки последние годы жизни очень чувствуется, что он очень сам подчеркивал в некоторых интервью, что он очень любит ехать в Москву, да. То есть вот этот удар все-таки был для него болезненным, но все-таки в конце концов он стал танго-королем Риги. Парадокс. С иными словами, скажем, советская власть здесь в Латвии была более суровой даже, чем, может быть, в Москве. Нет, я бы так не сказал. Это была, как бы, ну, строк в 1948 году просто попал, ну, так сказать, в яблочко в него попали, да. Он еврей, значит, скрытая кампания антисемитизма, безродный космополит, как обвиняли евреи в того времени. Да, еще и прошлое путешествие. Ну, так называемая пошлая танго-музыка перед Второй мировой войной, понимаете? И просто он стал удобной мишенью. И я бы не сказал, что обязательно, что здесь в Латвии или в Риге или в Москве. Но вот так сложились для него, к сожалению, эти обстоятельства. У нас осталась буквально одна минута до окончания нашей беседы. Танго сейчас. Что происходит? Ну, танго сейчас звучит везде. Его танцуют и поют, и играют, и в разных-разных-разных версиях. Так, танго – это, как я даю тоже определение своей книги, но танго – это что-то похожее на джаз, да? Джаз ведь тоже что-то междуакадемическое, между популярное, и все время на перекрестке, и разные все время трансформации. То же самое и с танго. Но что самое интересное, что вот небольшое такое тоже, как бы открытие для меня было, что танго строка знали даже в Аргентине в 70-х годах знаменитые музыканты делали аранжировки его знаменитейших танго-песен. Только одна интрига мне еще остается, как бы вопрос. А знали, что автором этих мелодий Оскар строк, потому что мне кажется, что до начала 21-го века в бывшей Советской империи, в Европе, также, скажем, в Южной Америке многие знали некоторые мелодии танго-песенского острока, но знали ли имя автора? Мне кажется, что нет. Что ж, остается еще достаточно много невыясненных вопросов и интриг, поэтому, я думаю, исследование может иметь продолжение. Я еще раз поздравляю с выходом этой монографии. Напомню, в гостях у нас был профессор кафедры музыковедения Академии музыки Янис Куденч, который написал объемное, я бы сказал, фундаментальное исследование о жизни и творчестве Оскара строка под названием «Оскар строк. Наследие короля танго». Эта монография вышла в издательстве «Зенатный» на латышском языке и на следующей неделе будет открытие этой книги. Я сердечно благодарю за беседу. Она была очень яркая, искрящая, полна фактов и интересных наблюдений. Я благодарю наших радиослушателей за отзывы, звонки. Мой коллега Родион Золотарев был сегодня за пультом и обеспечивал наш эфир, нашу беседу. Мы вернемся в студию в четверг вместе с коллегой Вадимом Родионовым и поговорим на тему приближающейся зимы. И поговорим о том, каков будет наш наказ будущему президенту Латвийской Республики. Спасибо за внимание и до скорых встреч. До свидания. Всего хорошего.